Слово предоставляется главному тренеру мини-футбольной команды «Октюбе» Олегу Петровичу Солодовнику. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте всем. Извините, что мне до самого приболел. Спасибо большое, что пришли. Очень все организовано и приятно. По игре сложно сказать. Больше скажу, наверное, по соперникам. Потому что молодые ребята. Хотелось, чтобы и руководители их. И я когда-то начинал в 1975-м, проигрывал тоже 15-1. Как ребенок. Тогда еще 9 лет был. Поэтому порадовали прежде всего это тем, что... Ну, отнеслись серьезно. Почему? Потому что все-таки течки, которые потеряли в Рубном, особенно во второй игре, не хотелось здесь и разочаровывать своих болельщиков. Поэтому как бы через эти игры будем подходить к Талдыкургану. И, конечно, то, что есть время для адаптации для бразильцев. Пускай даже в таких играх все-таки тренировочный процесс – это одно, а игры – это другое. Поэтому еще раз спасибо большое, что вы пришли, поддержали нас. Без вас, конечно, не было бы такой, наверное, победы и самоотдачи. Есть ли вопросы? Олег Петрович, какие задачи на этот сезон? Задачи маленькую мы выполнили. Впервые вышли в четверку. С первого места. Я считаю, что нам реально побороться и выйти в финал. К сожалению, мы хотели принять у себя финал четырех. Мы отдали его от Талдыкургану. Хотя, я думаю, если бы здесь был финал четырех, то был бы полный дворец. Не знаю, с чем это связано. Но задача как бы по кубку, я считаю, что нам вполне реально выйти в финал. Финал, он один в жизни. Там Кайрат это или вы вчера видели, да, там с итальянцами играли. Три-два. Хотя итальянцы идут на десятом месте в своем чемпионате. Ну и здесь задачу никто не снимал. У нас как бы второе место. Я думаю, что будет трансферное окно, где я думаю, мы еще укрепимся. Легионеры, может быть, с Украины, со сборной Украины. Это Бондарьин. То есть на фоне бразильцев и легионеров наши ребята, те, которые, да, должны расти. То есть если взять даже по нашему составу, у нас пять человек, это вот сегодня четверка играла. Это ребята, те, которые будут представлять наш город, нашу команду Ю-21. Это Турихан, Ренат, я, к сожалению, по фамилиям, Асхат и Альберт. Это ты и тот самый. Это та команда, которая, ну, ее 21 они будут для чемпионата. Вот вопрос еще. Мы будем закупать трансферное окно. А как насчет местных ребят? Я же еще раз говорю, что местные у нас, местные ребята, все молодые. То есть молодые они будут, и я как бы с президентом, с нашим клубом разговаривал на эту тему. У меня нет такого, что там, я же не приехал, не привез с собой восемь, правильно, легионеров. Хотя и такая возможность у меня была. То есть мы разговаривали, и я говорил, что нашему президенту там памятник надо поставить при жизни, что он так своих. Почему? Я на первой пресс-конференции говорил, что бразилиц он приехал и уехал. Своё забрал и все. А город, он остается, и футзал остается. Поэтому те ребята, которые есть, никто никуда не денется, это я вам обещаю. Молодежь, которая есть, да, сейчас до трансферного будем чуть подчищаться, в плане в том, что некоторые, да, не соответствуют уровню. Поэтому непосредственно должна быть свежая кровь, должна быть конкуренция. Будет конкуренция, значит, будет результат. То есть люди должны знать, что он не сегодня и завтра выходит, а должны знать, что он завтра может не выйти, если сегодня не держит свою планку. Да, приходите, пожалуйста, на наш матч. Очень приятно, что вы за нас болеете. И я уверен в том, что наши ребята своей самоотдачей и своим отношением к делу выполняют эту задачу. Ну, то есть победу. Ещё раз пускай приходят, мы всегда рады пообщаться. И я смотрю, и ребята тоже, те же бразильцы, там, они там селфи, да, селфи, да, селфи. Всё это очень приятно тоже. Это ж хорошо. Я надеюсь, что и в большом футболе всё будет хорошо, и у нас всё будет хорошо. Потом ещё раз. Спасибо за эмоции. Всё, спасибо тоже. Всего самого наилучшего. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok